Девушки отдыхают Так что то, что мы вышли в плей-офф – настоящее чудо. Еще большее, чем в прошлом году. В плей-офф «Автомобилист» выходит второй год подряд. Местный клуб неплохо разогнался после того, как у него обновились состав игроков и тренерский штаб. В прошлом сезоне уральцы тоже доехали до 1-4 Кубка Гагарина. Теперь хотят улучшить результат. Первым соперником шоферов в играх на вылет станет Казанский Акбарс – один из лидеров турнира. Но уступать ему дорогу в финал без боя наши не собираются. Правда, и объехать сборную будет нелегко, признаются тренеры. ВТФ-флагман нашего хоккея, что там говорить, самая богатая, может быть, или одна из самых богатых команд. По подбору игроков, по тренерскому, по потенциалу, я не знаю, кто с ними может сравниться. Сейчас все зависит от ребят, как мы их подведем, настроим. Потому что это же война, настоящая война, как будем шайбы на себя ловить. По словам хоккеистов, сейчас главное не тренировки, а отдых. Ведь до игры осталось всего два дня. Чтобы пройти дальше в полуфинал, автомобилисту нужно четыре раза обыграть Акбарс. Первые матчи пройдут на площадке соперника. Потом екатеринбуржцам начнут помогать родные стены. В Ледовом дворце уже готовятся к ажиотажу и очередям за билетами. Ведь выход в плей-офф для болельщиков – важнейшее событие. Мы ждем аншлаг, мы ждем поддержки болельщиков. В субботу ребята начнут занимать за 4-5 часов до открытия кассы. Это нормальная практика. Когда-то были времена, когда за дворец спорта у нас заворачивала очередь. Это был первый год в 2008 году, когда мы вышли в плей-офф. Да, реально ребята караулят, ждут. И болельщики прям хотят купить лучшие билеты. Для владельцев абонементов продажа билетов началась уже сегодня. Для всех остальных кассы откроются 28 февраля. Поболеть за наших на домашней арене можно будет уже 3 и 4 марта. Ирина Шитко, Андрей Снопиков, Новости 41 канала.